всем добрый вечер еще раз с кем виделся давайте продолжим сегодня у нас будет занятие по курсу хаос кто не был утром либо на прошлом занятии то есть одно занятие мы забираем этот курс хаос макопрограммирование сегодня седьмое занятие на котором мы должны рассмотреть и продолжить тему системных переменных и так небольшое повторение вхождение в предыдущий материал мы рассмотрели и я такое понятие как системная макро переменная их использование поговорили об возможности чтения подключения дополнительных устройств чтения информации от датчиков от реле все к чему все что мы можем подключить к входам входы выходы мы можем читать существует определенное количество входа выходов мы можем их контролировать то есть записывать на выходы логическую единицу соответственно сами запускать реле либо изменять контакт то есть выключать его на примере этой программы которая находится внизу мы рассмотрели запись в переменную 1108 которая соответствует реле номер 8 выход и с помощью увеличения текущего значения таймера переменная 3001 мы взяли пользовательскую переменную записали в нее значение нового таймера и проследили до тех пор пока она не будет больше чем время которое уже придет либо пока не вне до тех пор пока 1109 не сработает это 9 реле делай 1 а дело 1 это ничего соответственно замкнутый цикл до тех пор пока что-то не выполнится таймеры нам позволяет делать определенный счет то есть определенный ноль относительно которого мы можем что-то произвести бывает миллисекундные бывают часовые также рассмотрели перемены 3003 системный обход функций также рассмотрели возможность чтение групповых кодов либо коды по которой у нас стоят группах а именно их активное значение модальных группах а также адресные данные последнего блока которые также могут быть модальной эта информация всем кроме g то есть номер инструмента там например т-код 4120 либо 4126 это z-код 4124 это x-код 4122 это b-код 4104 это d-код и так далее почему я их помню потому что они совпадают в первых на всех системах они одинаковы обычно и они совпадают с таблицей соответственно алфавитных адресов то есть когда мы используем локальные переменные мы можем по этой же таблице перевести значение вы и они будут соответствовать системная макро переменная бывают позиции бывают таймеры бывают актуальные значения бывает доступ к системе мы имеем возможность записывать читать определять позиции сравнивать переменные с и совмещать имена на сегодняшнем занятии мы рассмотрим некоторые дополнительные вещи которые присущи системе фанук но некоторые из них а именно совмещение либо присваивание имен когда мы можем взять специальную переменную и любую g код присвоить к любой внутренней программе то есть дать записав специальное значение в параметры определить что этот станок будет выполнять либо исполнять действие такое то то есть то что указано в этой программе это как бы позволяет нам производитель хас системно макро переменные от переменная 5001 до 5 5021 до 25 это так примерно то есть по 5 взяли для главных аксей xyzab то есть их больше чем больше осей тем больше этих групп переменных 5001 до 5005 соответствует или является последней заданной позиции через переменные давайте рассмотрим в самом начале изучения хас мы рассмотрели такую опцию как упреждающий просмотр g103 которая позволяет нам либо не позволяет станку читать наперед мы при выполнении макро сталкиваемся с такой проблемой что многие переменные которые необходимо присвоить через какой-то промежуток либо после выполнения какого-то действия могут быть а прочитаны и исполнены заранее для этого мы используем данную проезжающий просмотр точнее отключаем не используем возможности работы с переменными системными переменными заключается либо в том что мы опять же используем данный метод и в случае такого алгоритма где есть определенное число переменных которые читается читабельные они вызываются в разное время в программе чтобы не получилось так что незначительное количество и расстояние между этих переменных машинного кода который должен исполниться и система чипу не прочитает сразу же следующий кадр все понимают о чем я говорю то есть станок читает по 20 кадров вперед получается мы можем прочитать значение переменная 100 равняется 2 мы можем произвести действие g20x20 на следующей строке мы можем прочитать переменная 101 равняется 3 и а здесь написать условие если переменная 100 равняется 2 тогда выйди из программы и получится так что при чтении третьего кадра переменная 101 не будет равна 2 даже если она только что была присвоена она уже будет равна 3 потому что успеет выполниться третий кадр несмотря на то что находится после него он успеет произвестись execution выполнится и соответственно значение этого уже поменяется исходя из этого мы не можем процент но не то что довериться программе мы не можем быть уверены сто процентов что программа исполнится логично и правильно поэтому мы должны учесть иметь это возможно сегодня мы примем посмотрим на примере одного из производителей как процент производитель помогает либо объясняет помогает нам с использовать последнюю заданную позицию переменных так как существуют разные методы проверки этой позиции то есть ориентации относительно рабочей системы координат можем определить где сейчас находится заготовка где находится например инструмент относительно заготовки текущая точка которая относительно относительно теперь координаты nesse эффект соответственно объединить на и которые читают заданную позицию. Получается, что мы можем прочитать позицию переменная 50.0.1 по иксу переменная 50.0.2 по y и так далее, с помощью которой мы можем получить доступ к последней запрограммированной точке, последнего блока. Но суть в том, что существуют еще некоторые параметры, которые называются текущие рабочие координаты, которые определяют такое же положение с помощью этих значений. Но единственным нюансом отличается это то, что значения мы не можем прочитать, когда станок находится в движении. Но и так как мы знаем, что существует возможность чтения наперед, получается, что происходит путаница, и вообще какая разница между ними, это 50.0.1 и 50.41. Если и та, и та отвечает за последнюю заданную позицию через перемену. Поэтому в данном случае используется именно значение последней позиции в блоке, который уже выполнился 100%, а не который логически мог прочитаться. Так как координата может уже прочитаться, но на самом деле станок там не находится. То есть шпиндель, например, либо координата оси XYZ, шаговые серодвигатели, они туда не пришли на самом деле. Опять же, почему? Из-за того, что станок стремится прочитать быстрее, выполнить больше команд. Он не просто хочет произвести неправильное построение из-за того, что он использует не те координаты, либо читает вперед. Это не для этого сделано. Для того, чтобы наоборот станок был более гибкий и умный, так как существует возможность просчета дополнительных компенсаций, просчета, например, траектории, просчета ошибок. Потому что есть у нас ошибки, которые проверяются при execution, при выполнении. Как тогда они могут провериться? Вот таким методом, что станок имеет возможность читать на перед. И это большой плюс в том, что мы можем иметь ошибку, которая интерпретатором не исполняется, не проверяется. Но в процессе, например, работы мы можем просто заехать шпинделем и удариться об какую-то заготовку, либо об поверхность. И повредить его, при этом вызвать какое-то аварийное положение. После того, мероприятие, которое будет осуществлять уже техцентр, это слишком дорого обойдется предприятию. Поэтому смысл в том, что мы можем определить ошибки не по мере их поступления, а в действительности по факту чтения программы. При этом программа читается наперед, соответственно, интерполятор уже видит ошибки наперед и может их указать, предотвратить в данном случае аварийное какое-то положение. Возвращаемся к макросам. Переменная 50.01 до 50.05 возвращает заданную позицию через переменные. То есть все значения координата относительно нуля заготовки, они, то есть где находится реально, например, инструмент, находятся вот в этой точке, это точка x20, y25. Они записаны в 50.01, y, а именно значение 20 для y записано в 50.02. И z, например, высота уровня R-Point 20 мм выше уровня заготовки, это 20, значение 20, которое будет записано в переменной 50.03 и так далее. Записано и записано. Получается, что когда система ЧПУ выполняет команду, она изменяет данное значение. Она изменяет данное значение даже когда станок находится в движении. То есть если система ЧПУ переходит поочередно, либо совместно, синхронно в какую-то траекторию, то мы можем увидеть данное значение, либо можем прочитать данное значение в процессе. По факту, то есть куда станок перешел, там и находятся наши координаты, наши значения в координатах. Так же самое, как работает, например, датчик обратной связи, энкодер. Мы же не ждем месяц, чтобы узнать, где находится, например, какая-то ось. Мы это видим сразу. Соответственно, так же можно работать и с данными переменными. Переменная G5041 нам необходима для того, чтобы определить текущие рабочие координаты, что абсолютно идентично, но эти текущие рабочие координаты, они указываются не тогда, когда станок двигается, когда он уже перешел в конечную точку, и когда есть доступ, либо необходимо опросить эти переменные. Значение 5043, это значение по координате z, оно дается с учетом коррекции на длину инструмента. Это тоже должно быть понятно и логично, потому что мы можем иметь какую-то точку, но так как существует возможность вставить в инструмент более длинный инструмент, то есть в шпиндель, то мы не можем определить, где именно это находится. Плюс у нас есть, например, активная коррекция G43H2, предположим, для инструмента T2. Поэтому данные координаты для некоторых станках, в том числе для ХАС, они учитываются с учетом коррекции, то есть считаются с учетом коррекции. Это точка. Итак, давайте посмотрим небольшой дополнительный материал, как все-таки определить и отличить. Почему их две? Почему одни значения рабочий координат считаются в движении, одни значения координат считаются именно при опросе, то есть после того, как уже выполнилось действие. Для этого я открыл, нашел отдельное руководство, в котором оно неплохо описывается. Это венгерская система NCT. По-моему, кто-то из вас, или может кто-то недавно учился, работал с этой системой, не помню точно, в которой мы можем посмотреть эту информацию. Наверное, поиском я это сделаю. 50.01. 50.41. Минуту. Вот, отлично. Для данной системы существует возможность запрограммировать подавление предобработки кадров. Подавление предобработки кадров, то есть не давать возможность станку обрабатывать кадры предварительно. Кадры это блоки. Тут немножко, не немножко, а очень такой своеобразный перевод. Венгерский вообще язык сложный, ну, я не знаю, в чем проблема. Руководство, оно не очень читабельно. То есть, сложно понимается. Запрограммированное подавление предобработки кадров. В данном случае, то, что мы называем просмотром наперед, да, мы можем его подавить. То есть, убрать. Если по какой-нибудь причине желаем подавить прочтение кадров, примерно как с китайского. То есть, если нам необходимо подавить прочтение кадров, то есть, не дать возможность станку читать наперед, мы можем запрограммировать в отдельном кадре код G53. G53 это такой многозадачный, многозначный код, то есть, он может отвечать абсолютно разные абсолютно разные действия, функции, операции для разных систем ЧПУ. Вот, поэтому мы его как бы пропускаем, не рассматриваем. Например, для системы FANUC G53 может работать или может означать переход в исходное положение, так же, как и G28, например. А для системы SYNTECH тоже, кстати, используется G53. При этом он используется без перехода в инкрементную форму. А G91, G28 работает в инкрементную форму. Поэтому нельзя сказать, что он стандартный. Да, для данной системы NCT он работает как, например, G103, то есть, как запрограммированное подавление перед обработкой кадров. Что мы делаем? Значит, независимо от показания параметра MULBOOF всегда подавляет предпочтение. То есть, есть определенный параметр. Вот, можно его обойти. То есть, пройти его, соответственно, имеет данная функция, данный G-код, более высокий приоритет. Например, при желании отправиться с мгновенной позиции оси X необходимо подавить предпочтение. Ну, пропустим эти слова. Сама программа. Что имеется в виду? Значит, N10 переменная 100 равняется 3. В данном случае присваивается значение 3 в переменную 100. Видите, структура языка примерно одинаковая. В конце нет точек после целой части и нет точки запятой. Выражения пишутся также в brackets, в квадратных скобках. Дальше идет G0, X100. Перемещение ускорено в координату 100. Дальше идет код G53, как для H с G103P1, например. Дальше идет G1, X переменная 5041 плюс переменная 100. Получается, что переменная 5041 это то значение, которое эквивалентно либо показывает нам, где сейчас находится координата по оси X в абсолютной системе программирования. В абсолютной системе координат точнее. если код G53 не запрограммирован в кадре N30, то обработка кадра N40 началась бы уже тогда, когда в кадре N20 еще движется ось X. То есть G53 производит то же действие, что и G50 G103 и в данном случае для бенгерской системы NCT она не дает возможность там кучи дать наперед. Если бы этого кадра не было, получилось бы так, что еще в процессе перемещения, потому что перемещение ускоренное, оно бы заняло какую-то 600 миллисекунд или секунду или 2 или 4 секунды в зависимости от скорости. G103 и его аргумент P0 либо просто G103 он отменяет возможность убирает точнее наоборот дает возможность станку читать наперед. Код G103 P, где определяется параметром номер строк, мы можем заключить в определенной границе то количество кодов, которые станок может читать наперед. например определяем G103 P1 читать наперед только один кадр G103 P2 читать по два кадра наперед. Понятно? Если бы была G103 P10 например и мы бы читали 10 кадров выше то кадр который ниже на 10 он бы еще прочитался бы. А если там была бы какая-то переменная она бы получила бы новое значение. Если бы мы использовали какое-то условие с этой переменной получилась бы путаница некорректно бы работали. Потому что мы G103 это у FANUC или у HASA где это? У HASA У HASA только. Других она не используется? У всех по-разному. А также как G53 перенастраивается у всех по-разному? Верно. То же самое что например G103 P1 здесь то же самое только G53 но у него нет аргумента. То есть она просто работает как G53 G53 отключает возможность чтения наперед а не использование G53 дает возможность чтения наперед а само значение то есть само предпочтение обработки оно управляется с помощью параметра MULBOOF для системы NCT я я я точно не помню я читал как бы давно это было не помню где он указан видимо это системный параметр который указывается определенное значение может один бит отвечает за количество строк чтения наперед второй бит еще за что то может какой-то приоритет окей то есть в разных станках конечно же по-разному это происходит G53 у NCT это аналог G103 для HASS только без параметров G103 не запрограммирован в кадре N30 если то обработка кадра N40 начинается уже когда в кадре N20 еще двигалось бос то есть 2 секунды движется все но это бы уже прочиталось в случае если в G53 не было следовательно значение переменной 5041 отличалось бы от 100 отличалось потому что оно бы уже изменилось оно бы уже изменилось в случае запрограммирования G53 обработка кадра N40 начинается только после того когда выполнялся управлением кадра N20 ну и N30 N30 как бы ничего не делает пропускает логическая функция то есть пока не выполнится предыдущий следующий не начнется поэтому значение переменной 5041 уже обязательно равно 100 потому что оно уже прочитало значение но вместо 5041 используя 5001 так вместо 5041 используя 5001 конечно не нужно было бы запрограммировать G53 правильно Антон еще вопрос если допустим по ходу программы мы написали G53 и он запретил чтение наперед получается и следующий кадр прочитался а дальше нам надо чтобы наперед как нам то есть G53 только на один следующий кадр действует и все а дальше не действует или его надо отменить G53 глобально действует то есть он в данном случае включает ну давайте после занятия посмотрим вероятно что G53 он включает только активирует а деактивирует его вероятно какая-то запись данный параметр либо он как основной может быть G53 P0 я не могу сказать по NCT мы же его не изучаем просто пример попался именно по сравнению по ХАСу это мы сказали G103 P0 либо G103 просто это отключение чтение наперед G103 P и какая-то цифра это сколько мы разрешаем наперед смотреть здесь не знаю не знаю тут 200 станков 200 случаев работы поэтому не могу сказать точно может дальше будет написано посмотрим получается что мы можем использовать вместо 5041 5001 то что 5001 мы можем обращаться в период чтения и если он выполнился то он уже поменял заключение 5041 мы не можем обратиться потому что он еще не выполнился 5041 не имеет доступа в процессе работы поэтому мы можем использовать 5001 либо используем G53 в данном случае это как G103 получается возвращаемся назад получается что мы можем использовать две проверки 5001 либо 5041 когда мы уже выполнили какую-то код и имеем позицию когда мы уже переместились туда либо когда мы уже либо когда мы сейчас перемещаемся это 5001 или переместились 5041 мы можем читать также переменное положение осей машинные машинные координаты машинные координаты записываются в значение 50 и идентификатор 5021 например 5022 XYZ ABC UV V V используется для подачи прутка HASS VARFIDER для токарных станков ну и другие оси если они предустановлены например если у вас 10 осевой станок с противошпинделем либо еще чего-то у нее есть какие-то другие оси соответственно они должны управляться и читаться программироваться с помощью других переменок тут уже надо брать руководство и смотреть непосредственно для каждой системы ЧПУ то есть читаем мы абсолютную координату читаем мы машинную координату читаем мы 5021 до 5025 это текущие координаты станка эти значения мы не можем прочитать когда станок двигается но текущие координаты именно станка а не рабочие координаты имеют ввиду машинные координаты если машинная координата по Z больше чем это тогда делай это если абсолютная координата по X больше чем это тогда делай то есть мы можем иметь возможность программировать и с помощью данных значений переменных абсолютно выполнять любые процессы, связанные с координатами, с позиции, с позиционированием. Когда мы используем Ренешау или любой контрольный, другой контрольно-изметильный прибор, мы используем коды 5061 до 5065. В основном мы используем три кода, это 5061, 6263, то есть то, что возвращается. Когда мы определяем машину, точнее столкновение, например, либо вершину заготовки, либо мы определяем высоту инструмента, то вероятно, что чаще всего мы дотрагиваемся именно по оси Z, соответственно мы используем значение переменной 5063. То есть это отдельная переменная, системная, служебная, системная, в котором записывается актуальное значение, которое подается в момент столкновения данного прибора с препятствием, например, с заготовкой, либо с инструментом. Текущая позиция сигнала пропуска. Сигнал пропуска нам говорит о том, что нужно пропустить выполнение и остановиться. После чего это значение записывается в переменную свою, в зависимости от того, какая ось используется. x это 5061, y это 5062, z это 5063 и так далее. После чего мы уже можем с ней работать. Так как мы знаем точно, где инструмент остановился, то есть где он дотронулся, мы знаем точное месторасположение инструмента в данном случае. Мы знаем точное месторасположение его в шпинделе, потому что шпиндель привязан к машинной координате. И мы знаем точное месторасположение этого измерительного инструмента, потому что он стоит на столе статически. Соответственно, дотрагиваясь, мы можем определить вот эту координату минус эту координату. В момент скип-сигналы мы получили точную высоту, точный вылет инструмента. И записали его с помощью G10 автоматом. То есть мы можем автоматически производить контрольное измерение и знать, выполнять измерения на высоту инструмента. Ну, слава богу, до нас 15 лет назад это уже придумали, это все происходит автоматически, обычно, с помощью этих методов. То есть если бы станки не поддерживали бы макросы, мы бы не могли использовать никакие вообще методы автоматизации, включая элементарные. То, что есть на каждом заводе, то, что есть на каждом станке. Например, смена инструмента происходит полностью через макросы. То есть без макросов вероятно это вообще маловозможно. Может на каких-то древних станках, там видишь 16K20F1, либо других, этих похожих, там электроника NC31 и другая, 71-точные, могли использовать не макросы, а просто под программы, которые в зависимости от условий куда-то заходили. Ну, вероятно, это было долго. Хотя NC71 отлично работает с макросами. Есть 2R22 язык, есть FSM3000 язык макро, но я их не знаю, слава богу. То есть это очень, как бы, станки очень давнешние советского производства. То, кто их использует, могли видеть. То есть там совсем макросы по-другому пишутся, но они, тем не менее, присутствуют. Если же мы работаем и получаем точное месторасположение относительно заготовки, то мы же получаем его относительно нуля, заготовка же не там, а у нас же еще есть вот этот кусочек, радиус. Поэтому коррекция на длину инструмента она предусматривает возможность получить также геометрию инструмента, то есть определить, где находится точка месторасположения инструмента относительно, точнее, совместно с ее компенсацией. Субтитры создавал DimaTorzok